Зимбабве, бывшая колония Великобритании и Южная Родезия, независимость которой была признана только в 1980 году. Первое государство на территории Зимбабве появилось около XI века и достигло расцвета еще в доколониальный период. Особенностью колониальной и постколониальной истории Зимбабве является противостояние между довольно многочисленным белым населением и аборигенами. Доколониальный период. Первоначально территорию Зимбабве населяли народы, говорившие на кайсанских языках, близкие по культуре современным их носителям – бушменам. Примерно с IX века существует свидетельство заселения нынешнего Зимбабве достаточно развитой культурой, которую принято считать принадлежащей народу Гокамерии – предком нынешних Шона. Они основали империю Мономатапа, столицей которой был город, развалины которого ныне известны под названием Большой Зимбабве, что на языке современных Шона Цимба Дзюмабу означает «каменные дома». В середине XV века, когда на побережье Индийского океана появились португальцы, это государство охватывало почти всю территорию Зимбабве и часть Мозамбика. После столкновений с португальцами империя развалилась, хотя ее обломки в виде государств племени Каранга сохранялись до начала XX века. К XVII веку часть племен Шона вновь объединилась в империю Розви, которая удалось вытеснить португальцев с Зимбабвейского плато. Империя Розви прекратила свое существование в середине XIX века, когда в результате экспансии изулусов под руководством Шаки на территорию нынешнего юго-западного Зимбабве переселились племена дебилей под правлением короля Эмзеликази. В то же время на территории Зимбабве были открыты залежи золота и эти земли попали в зону интересов Британской империи. Родезия В 1888 году Сисель Родос при посредничестве Джона Маффета заключил договор с Лоббин Гулой, наследником Эмзеликази, который позволил британцам вмешиваться в экономику Мотобилиэлэнда. В 1899 году усилиями того же Родца британская и южноафриканская компания получила право освоения обширных территорий, включающих нынешних Зимбабве и Замбию, с тех пор известных как соответственно Южная и Северная Родезия. В 1895 году войска компаний вошли в Машаналэнд, что положило начало колонизации этих земель. В 1896-1897 годах черное население восстало против британского владычества, но этот мятеж, известный как Чамуренга, потерпел полный крах в первую очередь из-за катастрофического технологического разрыва. Уже с 20 века начинает заселение Южной Родезии белыми поселенцами. В 1922 году британская и южноафриканская компания перестала управлять Южной Родезией. В результате референдума, проведенного главным образом среди белых поселенцев, она не вошла в Южноафриканский союз, а стала самоуправляемой колонией в рамках Британской империи. После окончания Второй мировой войны и начала разрушения колониальной системы многие, получившие независимость страны Африки, выбрали социалистический путь развития. В то время как в Южной Африке власть перешла исключительно к белому меньшинству, чтобы избежать обеих этих крайностей, в 1953 году была организована Федерация Родезии и Нерсалинда со статусом федеральной территории. Однако через 10 лет, в 1963 году Федерация развалилась, когда независимость получили Замбия и Малави. Белое правительство Южной Родезии также требовало независимости, однако Лондон отказывался ее дать. Прежде чем власть в стране будет полностью отдана черному большинству, в ответ 11 ноября 1965 года премьер-министр Южной Родезии Ян Смит провозгласил независимость, которая не была признана Великобританией. Содружество наций наложило на Южную Родезию экономические санкции, но те были не слишком эффективны. 16 декабря 1966 года, резолюции номер 232 Совета безопасности ООН, на правительство Яна Смита были наложены санкции ООН в соответствии со статьей 41 Устава ООН. В соответствии с этой резолюцией государством запрещалось импортировать из Южной Родезии ряд товаров. В 1970 году Смит провозгласил Родезию республикой, что также не получило международного признания. Возглавли ему и Смитом правительство партии Родезийский фронт проводило политику сегрегации, которую часто сравнивают с аппартидом, хотя, строго говоря, это не совсем верно. Так, вместо расового ценза в Южной Родезии часто использовался ценз имущественный, все равно дающий почти всю власть белому меньшинству, но формально не связанный с расовыми признаками. Вооруженную партизанскую борьбу против Родезийского правительства вели Африканская национально-освободительная армия Зимбабвия под руководством Роберта Мугабли Народно-революционная армия Зимбабвия во главе с Джошуа Энкома, лидером Союза Африканского народа Зимбабвия, имевшей базы в соседних с Южной Родезией странах и пользовавшихся поддержкой АСССР и КНР. После прихода к власти в Мозамбике социалистов из Фрейлема в 1975 году эта страна стала основной базой для вылазок Зиланала из ЭПРА. Именно с этого года восстание получило название «Второй Чимуренги», несмотря на многочисленные успехи радезийского спецназа СМИТ, чтобы избежать полномасштабной гражданской войны. С 1978 года начал переговоры с умеренными черными лидерами, такими как Абель Музорева из объединенного Африканского национального конгресса или Эндаба Нингисит или из Зануэндунга. Страна получила название «Зимбабве Родезия», а в результате выборов в парламенте впервые образовалось черное большинство, хотя судейский корпус или, к примеру, армия по-прежнему были в основном белыми. Премьер-министром стала Абель Музорева, которого поддержали и СМИТ, и правительство ЮАР, однако он не получил полного доверия избирателей в Зимбабве. В соответствии с решениями Ланкастерхаусской конференции 12 декабря 1979 года власть в Родезии в Зимбабве была временно передана британскому губернатору лорду Артуру Кристоферу Джону Сумсу и произошло разоружение партизанских группировок. На всеобщих выборах 1980 года убедительную победу одержало радикальное крыло Зану Африканского национального союза Зимбабве под руководством Роберта Мугабе. Ланкастерхаусские соглашения предусматривали, что частная собственность останется неприкосновенной в течение 10 лет, а белое меньшинство в течение 7 лет будет обладать гарантированной квотой в 20 мест в парламенте страны. Впрочем эти сроки могли быть изменены решением квалифицированного большинства парламента о период правления Мугабе. Первые годы независимости Зимбабве ввела активную внешнюю политику. В 1980 году страна стала одним из учредителей ЕС АДК. Вступила в организацию африканского единства в ООН и в движение неприсоединения, а также присоединилась к Ламейским конвенциям, определявшие ее отношения с ЕС. Большую помощь стране оказывали в 1980-е годы Швеция, ФРГ, Франция и Великобритания. В 1982 году Энкома был изгнан из правительства, что вызвало недовольство среди его соплеменников дебили, вылившиеся в массовые беспорядки. Правительство направило состоящую в основном из ШУ на пятую бригаду в Мотабеллиэленд для борьбы с ними, в ходе которой было совершено множество преступлений. Погибло до 20 тысяч человек. Лишь в 1987 году переговоры между Зану и Запу возобновились и в 1988 они объединились в партию под названием Зану ПФ. В 1991 году в стране по инициативе МВФ была введена программа экономической и структурной адаптации. После того как МВФ предоставил кредит в 484 миллиона долларов, целевые экономические показатели, поставленные по этой программе в 1991-1995 годах не были достигнуты. Однако 1991-1995 годы характеризуются заметным увеличением внешней торговли Зимбабве. С 1991 по 1995 годы экспорт Зимбабве вырос с 1,6 миллиарда долларов в год до 2,7 миллиарда долларов в год. Импорт увеличился за это же время с 1,6 миллиардов долларов в год до 2,9 миллиарда долларов в год. Годовой показатель инфляции снизился с 39,7% в 1991 году до 22,6% в 1995 году. Очень негативное влияние на рост экономики в этот период оказывали засухи, которые были в 1992, 1993 и 1995 году. В 1998 году власти Зимбабве продолжили либеральные реформы. Была утверждена программа по экономическому и социальному преобразованию Зимбабве. В 1996-1999 годы оказались для страны намного тяжелее, чем предыдущие пять лет. Экспорт из Зимбабве сократился в 1996-2000 годах с 3,1 миллиарда долларов до 2,1 миллиарда долларов. А импорт за этот период уменьшился с 3,1 миллиарда долларов до 2,4 миллиарда долларов. В 2000 году ВВП страны упал на 4,8%, а годовая инфляция составила 55,9%. В 1990-е годы вопрос об изъятии земель белого меньшинства и их перераспределении среди черного большинства решался медленно. В 1992 году государство получило право безвозмездного изъятия нерентабельных земельных участков с уплатой лишь за инфраструктуру. Но при первых попытках его реализации произошел скандал, так как одна из национализированных фирм перешла в руки зимбабвийского министра сельского хозяйства. Со своей стороны власти Зимбабве упрекали Великобританию в том, что она выделила недостаточно средств для выкупа земель белых. В результате в 1999 году началось насильственное выселение белых фермеров с передачей их земель черным, в основном политическим сторонникам Мугабве. Из Ассоциации ветеранов войны лидеры погромного движения Чехунзвейда Чинатимба выступали с позиции откровенного черного расизма. Это вызвало резкую критику со стороны международного сообщества и в первую очередь Великобритании, ввершей против Зимбабве экономические санкции. Волна конфискации земель у белых была связана со стремлением мэр Мугабве заручиться поддержкой большинства населения самой Зимбабве, которую он не имел. На референдуме в феврале 2000 года более 55% проголосовало против предложенного его правительством проекта Конституции. О масштабах и скорости конфискации можно судить по следующим цифрам. Менее чем за год правительством были принудительно отчуждены 2706 хозяйств суммарной площадью более 6 миллионов гектар. В декабре 2001 года Конгресс США ввел санкции против Зимбабве, установив, что США должны блокировать предоставление этой стране кредитов от международных организаций. В 2002-2003 годах МВФ приостановил помощь Зимбабве из просроченных долгов и лишил страну права голоса. В 2002 году Содружество наций приостановило членство Зимбабве из-за нарушений прав человека и фальсификации выборов. В 2003 году МВФ сам объявил о выходе Зимбабве из Содружества. В том же году Совет Европейского Союза ввел санкции против Зимбабве на 12 месяцев, запретив въезд в ЕС 79-ти зимбабвийским политикам и чиновникам. Заморозил их активы, запретил военное и техническое консультирование отдельной страны. Члены ЕС также ввели санкции. Дания прекратила оказывать ежегодную поддержку здравоохранению Зимбабве на сумму в 29,7 миллиона долларов. А Швеция приостановила помощь в сфере образования. В 2003 году санкции против Зимбабве ввел президент США. После выборов 2005 года, в ходе которых расколотая оппозиция не смогла ничего противопоставить за НУПФ, Мугабве объявила началь операции «Мурамбацвина», якобы нацеленной на очищение страны от трущоб. Критики указывают, что страдают от нее в основном беднейшие слои населения, особенно дебели. Перераспределение земли привело к резкому спаду продуктивности в сельском хозяйстве и катастрофическому росту цены безработицы. В 2002-2008 годах ВВП страны ежегодно падал. Все это привело к резкому падению популярности Р. Мугаби. В первом туре президентских выборов в Зимбабве 29 марта 2008 года его конкурент М. Цвангирай набрал 47,9% голосов, Роберт Мугаби – 43,2%. Но за несколько дней до второго тура президентских выборов, который должен был состояться 27 июня 2008 года, Цвангирай неожиданно снял свою кандидатуру, мотивируя свое решение и запугиванием, ссылаясь на запугивание и преследование своих сторонников. В итоге уже на безальтернативной основе во втором туре победил Р. Мугаби, набрав 85,5% голосов. Реакция ЕС и ЕС АДК на этот результат была крайне негативной. 10 июля 2008 года Совет Европейского Союза принял решение о расширении санкций против зимбабвийских политиков и бизнесменов. 11 июля 2008 года Великобритания, Канада и США внесли в Совет Безопасности и ООН резолюцию о введении санкций против Зимбабве, но Китай и Россия ее заблокировали. В сентябре 2008 года политические партии Зимбабве заключили при посредничестве ЮАР Глобальное политическое соглашение, предусматривавшее проведение всеобщих выборов в течение вторых лет, а также создание коалиционного правительства. В феврале 2009 года такое правительство было сформировано во главе с М. Свангирай и еще до его создания была принята программа краткосрочного экономического восстановления, предусматривающая отказ от национальной валюты. Долларизация и ряд экономических мер принесли свои результаты. В 2010 году ВВП вырос на 9,6%, а в следующем 2011 году инфляция составила лишь 11,9%. В марте 2013 года на референдуме принята новая конституция Зимбабве, ограничившая право одного лица быть президентом страны двумя сроками и предусматривающая возможность выражения ему вотума недоверия. Экономическая стабилизация способствовала росту популярности Р. Мугабе. Победа на президентских выборах досталась уже в первом туре именно ему, получившему 61,1% голосов, а его партия завоевала большинство мест в Нижней Палате Парламента. В 2010-е годы отношения Зимбабве с Западом заметно улучшились. В 2011-2014 годах ЕС снял значительную часть санкций с Зимбабве. Под санкциями ЕС остались только президент Зимбабве, Мугаби, его жена, а также компания «Зимбабвийская оборонная промышленность». В 2012 году МВФ решил возобновить помощь Зимбабве.